Лауреат международных конкурсов, профессор, чьи выступления покоряют с первого аккорда, Евгений Финкельштейн уже второй год подряд проводит в Видновской школе искусств мастер-классы для юных музыкантов. Приветствие маэстро началось, конечно же, на сцене. Захар Прохоров приехал на занятия к мастеру из Ногинска. Мальчику всего семь, и два года из них он страстно увлечен к гитаре. Уже сейчас за его плечами несколько удачных выступлений на конкурсах. Я хочу, чтобы со мной поделились секретом мастерства. Скажи, у тебя есть мечта какая? Хочу вырасти и хорошо играть. Из зала за Захаром внимательно наблюдала его преподаватель Мария Верхолашина. По мнению наставника, такие уроки один на один с большими музыкантами – бесценный опыт для детей. Я считаю, что 100% будет результат. Во-первых, это общение с людьми, которые сидят в комиссии. То есть ребенок, представляете, на вытянутой руке общается с маэстро. Конечно, я думаю, что на всю жизнь, конечно, дети запомнят об этом. Занятие с каждым учеником продолжалось около получаса. И за эти 30 драгоценных минут ребята узнали много. Евгений Финкельштейн рассказал в теории и показал на практике секрет гитарного искусства. Дал ценные советы, при необходимости правил технику. Вот сыграл, и потом подумай, надо снова поставить на кончик. Ну, выиграет. Молодчина. Влад Любушкин из Развилковской школы искусств внимательно следит за творчеством Евгения Финкельштейна. И сегодняшнего урока он ждал с нетерпением. Мастер очень сильный, прям мастер, прям лауреат лауреатов. Хочется играть так же, еще даже сильнее. Но это очень тяжело, все. Ну, ты будешь прикладывать усилия, чтобы этого добиться? Да. По признанию маэстро, уровень юных музыкантов достаточно высокий. Ребята горят и хотят познавать. Ну, а мы, конечно, не могли не поинтересоваться у Евгения Финкельштейна, как достичь успеха на музыкальном олимпе. Самое главное – это получать удовольствие во время исполнения. Как мне кажется, вот все остальное, да, вся технология, все должно быть подчинено этому удовольствию. То есть мы даже физически должны руками играть. Нам должно быть это приятно, просто физически приятно. И вот как раз такая игра, игра с удовольствием, она и, во-первых, приносит удовольствие самому исполнителю и передается удовольствием слушателям. В завершении мастер-классов, а за два дня в них приняли участие более десяти воспитанников школ искусств из различных городов Подмосковья, Евгений Финкельштейн тепло попрощался с ребятами. Но ненадолго, уже совсем скоро, юные гитаристы наверняка встретятся с маэстро на различных конкурсах. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.